Приветствую вас. Сперва давайте разберём тут, что такое стыд. Стыд вообще, стыд как таковой. Что такое? Стыд вообще как таковой это обесценивание себя. Да, это обесценивание вот своих эмоций, да, это обесценивание себя, в общем. Стыд рождается, когда человеку снова и снова значимые люди повторяют, что вот как-то поступать нельзя. Что как-то поступать вообще-то плохо, что чего-то делать нельзя, что это стыдно, это вредно, это плохо, это вообще нельзя. И вот человек это как-то вот прогладывает и стыдится. То есть привыкать к тому, чтобы, к тому же, что чего-то делать нельзя, чего-то делать нельзя. Ну, просто привыкать к таким моментам. Вот. Это происходит в течение определённого количества времени. То есть это, ну, это не происходит как-то вот перманентно. Да, это происходит именно, вот, в течение определённого времени. И, наверное, наверное, да, то, на что в первую очередь вам нужно обратить своё внимание. Соответственно, стыд это подавление себя. И избавиться от чувства стыда, значит, критически относиться к тому, что вы считаете для себя, к примеру, недопустимо. Но, у стыда есть история, у чувства стыда есть история. Есть эта история, в общем-то, в общем и целом и у вас. У вашего стыда есть история. Нужно только её разобрать, нужно только её рассмотреть. Если мы это сделаем, если вы это делаете, например, то можно, то тогда уже можно будет вам помочь. Пока что, исходя из того, что вы написали, я не могу, к сожалению, сделать такого однозначного вывода, относительно того, как у вас, ну вот, организовано. и организовано ли вообще. То есть, я пока не могу сказать ничего по этому поводу. Ну и самое главное то, что вы себя не понимаете таким, какой вы есть, вы себя не понимаете. Вы себя отвергаете, вы себя отталкиваете, вы не позволяете себе, в общем, быть тем, что вы есть. И у этого аспекта тоже есть, как, как это не парадоксально, у этого аспекта есть свои причины. Вот. Есть у этого аспекта, да, свои особенности. Вот. Которые нужно разобрать. Вот. Научить вас. Принимать себя. Научить вас. Не оценивать себя. А, прислушиваться к себе. Вот. И направлять себя. Ну, ну, обыкватно. Это дело. Понимаете? Вот. Это, я думаю, то, на что вам нужно обратить свое внимание. Если вы это сделать сможете, то ситуация для вас будет гораздо лучше, чем она выглядит сейчас. Вот. Я надеюсь, что вам это поможет. То есть, вы сейчас, вот обратившись к нам, специалистам, мы сейчас, по сути, сделали такой вот. Первый шаг к тому, чтобы решить свою проблему. Но это только первый шаг. Это только первый шаг. Дальше нужно будет работать с этим. Нужно будет исследовать себя. Ну, если, конечно, вы этого хотите. Вот. Безусловно, если у вас такого желания нет, то никто вас не доставит что-либо делать. Вот. Я полагаю, что это ошибетно. Вот. Вот. Такой ответ я могу вам дать. На данный момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...